Добрый день! Стефанотис. Вот какой красивый цветок, очень ароматный. И это лиана. Переводится название Стефанотис как «Венок из свиных ушек». И являются эти свиные ушки ближайшими родственниками Хои. Многие их путают, хотя сходство у них частичное. И заключается в том, что они лианы, и их месторасположение на различном виде опорах. Листья также имеют некоторое сходство, а вот цветки Стефанотиса ничем не похожи на цветки Хои. Отличаются они друг от друга критериями ухода и содержания. Считается, что этот цветок любит много света. Но не любит прямых солнечных лучей. На самом деле это не так, потому что, если света очень много, то он может перестать развиваться. Лучше всего, если его местоположение будет определено опытным путем, перемещая цветок от одного окна к другому. По его внешнему виду можно будет сразу определить, насколько комфортно он себя чувствует возле того или иного окна. Во всяком случае, нельзя допускать, чтобы цветок и почва в горшке перегревались. Для нормального развития в зимний период следует организовать подсветку. Тогда в следующем году он зацветет обильно. В качестве подсветки можно применить 30-ваттные лампы дневного света, которые устанавливаются по бокам растения на расстоянии 20-25 см. Если вы увидели, что Стефанотис начал выпускать бутоны, то растение не рекомендуется перемещать куда-либо, так как он может передумать цвести. Вот, организовали подсветочку, и все в порядке. Он светет и колосится. Стефанотис прекрасно переносит температурный режим современных квартир или частных домов. В зимний период для него температуру можно снизить до 12-16 градусов, но это не обязательно. Тем более, что в квартире это сделать трудно, так же, как и подыскать подходящее помещение. Чего он больше всего боится, то это резких перепадов температуры и сквозняков. В связи с этим не следует его выносить летом на улицу, если разница ночной и дневной температур существенна. Это может просто погубить растение. Стефанотис, как и хоя, предпочитают обильный полив, но редкий. Перед поливом следует убедиться, что земля в горшке немного, но пересохла. И все же не следует допускать пересыхания почвы. Вот что касается влажности воздуха, то ее нужно поддерживать на определенном уровне. Особенно это критично в зимний период, когда включено отопление в квартире. В этот период Стефанотису необходимо устраивать душ теплой водой 2 раза в день. Если цветок регулярно пересаживается, то специально делать подкормки не обязательно. Если он не пересаживался, то подкормки не повредят. Вносить удобрения следует с момента начала активного развития цветка. При этом нужно выбирать удобрения с наличием в них фосфора, чтобы активизировать процесс цветения. Удобрения вносятся после полива, не ранее, чем через 2 часа. Ближе к осени, со второй половины лета, подкормки необходимо прекратить. Это не менее важный момент выращивания Стефанотиса в условиях небольшого пространства. Как показывает практика, этот цветок отлично развивается в достаточно тесном горшке. Вы поняли, да, что мы с вами говорим о пересадке. Он не только отлично растет, но и прекрасно цветет, несмотря на то, что ему в таком горшке тесновато. И его нужно пересадить в более просторный горшок, больше прежнего на 1,5-2 см, совсем немного. После покупки его необходимо пересадить обязательно. При этом следует покупать растение высотой не более полуметра. Стефанотис необходимо обрезать каждой весной, потому что цветки на этом растении завязываются только на молодых ростках. Для формирования кроны и появления новых побегов можно проводить прищипывание. Если цветок в летний период постоянно прищипывать, то у него увеличивается период цветения. Стефанотис лучше всего размножается верхушечными черенками длиной в несколько междоузлей. Их можно получить в результате обрезки растения ранней весной. И вот насадить такую красоту. Украшать любую комнату можно. Он подойдет везде. На входе он очень красиво смотрится. Из него прекрасный получается букет для невесты. Ну вот видите, он даже в капельках воды стоит. Такой довольный, веселый и красивый. А я желаю вам удачи. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok